Добрый день, мои дорогие зрители и гости канала, с вами Таша Муляр, в новом платье. Очень много было вопросов, чтобы я показала это зеленое платье. Платье неравнодушие, это уже его так и назовем. Помните, у нас была такая куртка, наверное, годик назад. И в телеграм-канале все обсуждали, какой цвет, и что... В общем, мнения очень сильно разделились. На самом деле, 70% были за серо-голубое платье, а 30% за зеленое. А я выбрала зеленое. Мы выбрали зеленое. Но мне кажется, что зеленое тоже неплохо. Тем более, я, смотрите, в интерьер подхожу. У меня, видите, здесь до сих пор елка, Новый год еще. Вы не думайте, сегодня на самом деле 17 февраля. Кстати, мне интересно, до какого времени вы оставляете новогоднее украшение. Поскольку мы живем в загородном доме, то для меня вот это новогоднее украшение... Вы знаете, что я вообще в этом году очень поздно украшила. Наверное, когда я украшила-то? Наверное, ну, практически перед Новым годом. Но, согласитесь, что у нас за окном, ну, вот прям зима-зима-зима. И поэтому я вот этот новогодний декор, как в прошлом году, так и в этом, не хочу убирать, пока на улице такая зима-зима. У нас сегодня с вами, на самом деле, очень вкусный такой выпуск. И даже в какой-то степени полезный. Сейчас мы с вами сварим кофе. У меня муж тут попросил кофе. Вот. Заодно хочу вам рассказать про Столбушина, напомнить про их наборы, которые сейчас в свете приближающегося 23 февраля, не все еще 17, немножко осталось, и 8 марта очень даже актуальны. Вот. И дальше я жду доставку, мне должны привезти продукты. Вы знаете, что я перешла на другое питание и заказала всякие интересные продукты, вы не поверите, а в существовании которых я ранее вообще даже не подозревала, что такие продукты существуют в жизни. Но про Столбушину мы уже с вами хорошо знаем. И действительно эти наборы, я знаю, что многие из вас уже дарили там и на Новый год, и на 8 марта в прошлом году, прекрасные отзывы, поэтому я рада вам еще раз об этом напомнить. У Столбушина есть классический сбитень, который по сути является безалкогольным бальзамом травяным, да. Здесь и мед, и ароматные травы, и специи, и вообще он совершенно потрясающая добавка в чай и кофе, как самостоятельный напиток. И у меня на кулинарном канале есть рецепты, где я со сбитнем делаю пряники домашние. Кто не видел, вот вам будет ссылочка на этот рецепт. Поэтому сбитень это вообще уникальная добавка, мне очень нравится вкусовое сочетание. К нам недавно приезжали гости, и я для этих гостей делала кофе. И добавила сбитень, и все такие, вау, что это такое? Что-то тут такое кладешь, такой фирменный кофе получился. Мы сейчас такой с вами и будем варить. У меня турецкий кофе, турецкая, турка, турка, турецкая, это логично. И пока кофе варится, я немножечко еще расскажу про эти продукты. Наборы такие можно купить на сайте Столбушина, потом они их отправляют. И очень удобно, вы можете сразу своему адресату заказать на его адрес. Ну, то есть, кому вы собираетесь дарить, можно сразу заказ разместить и туда, и доставить. Такой, знаете, практически подарок от Деда Мороза. Ну, у нас еще Новый год некоторым образом. Вот. Ну, очень удобно. И здесь в набор входит, смотрите, Иван-чай, потом вот такая малина с имбирем томленая, да, с медом, пряностями, травами, да. И берем это вот это, имбирь томленый с медом и апельсином. Тоже очень вкусные вещи. Давайте даже попробуем открыть. Вот, смотрите. Внутри все натуральное, без сахара. Вот, здесь у нас мед в составе, имбирь и апельсинчик, я так понимаю. Давайте попробуем. Да, он прям настоящий апельсин. Такой апельсиновый. Это даже не джем. А знаете, когда свежий витамин вот прокручиваешь, вот такой вот вкус. Имбирь чувствуется, мне кажется, сейчас в период простуд, вообще бесценная вещь. Ммм, такая прям остренькая, прелесть. И вот, смотрите, еще у них есть новый продукт. Это сбитень про называется. Это такой напиток. И он тоже с натуральным составом, вот как энергетический такой напиток, по вкусу похож на лимонад. Тоже очень интересный. В общем, вот такое вот здоровье. А еще мне всегда нравится, как все упаковывают. Это не то, что мне такую коробку прислали, да. Это вот все наборы вот так приходят. На сайте Столбушина около 20 видов этих наборов. И можно выбрать по вашему бюджету разного состава, в зависимости от того, кого вы собираетесь дарить. Ну, мне кажется, прекрасный вообще подарок и близким, и друзьям, брату, сестре, учителям на 8 марта, да, мы всегда дарим. Врачам на 23 февраля, а на 8 марта тоже дарим. Ну, мне кажется, прекрасное решение. Вот. Ну что, кофе у нас варится. Я опробовала вот эту турку. Очень я ей довольна. Еще раз спасибо моей подруге Наташе Кашпошнице, которая мне ее подарила. Вот. И сейчас у нас кофе с вами начнет закипать. Мы его снимем и добавим туда взбитень. Вот, смотрите, здесь написано 10 трав и пряностей. Приготовим чашечку. Ну, вы мне в комментариях-то хоть напишите, вы посмотрите, как я на питание это свежею или нет. И мне кажется, что платье, когда оно оттенилось платком, да, и какими-то аксессуарами, которым мы женщины добавляем, оно смотрится вообще уже совершенно по-другому. Вот. Я его купила как домашнее платье. И мне кажется, что дома вообще-то правильно ходить в платье. Это надо оставить, да? Да я знаете, почему чихнула? Потому что я попробовала натуральный имбирь. А он такой, правда, прям такой остренький такой. Ну, имбирь, знаете, да? Ой, ну, это еще раз говорит о том, что у Столбушина все натуральное. Ой. И вот, вы знаете, так интересно, когда в кофе добавляешь взбитень, реально запах раскрывается, аромат кофе становится, даже кофе, вот аромат самого кофе становится более выраженный. Ну, а вообще, можно просто в теплую воду добавить столовую ложку взбитень, и получается такой вот, ну, интересный по вкусовому сочетанию и тонизирующий прям напиток. А я еще пробовала в нем курицу, когда мариную, добавляю туда апельсиновый сок и немножко взбитнее. Тоже очень вкусно. Кстати, можно, наверное, вот это вот прям добавить, вот этот томленый имбирь с апельсинами, когда курицу в филе маринуешь и чуть-чуть взбитнее, чтобы постояло немножечко и потом будет замечательная, мне кажется, курица. Курица у нас закипает. Снимаем вот эту пеночку сюда. Так. Снимаем. Добавляем взбитень. Смотрите, какой он по консистенции. И видите, выглядит прям как янтарь такой. Буквально две такие маленькие ложечки я добавляю. Вмешиваем и выключаем. Все. Как пахнет. Вот еще дополнить композицию. Вот такой вкусняшка. Ну, мне кажется, что прекрасный кофе у нас с вами получился. И напоминаю вам о том, что в описании к видео будет сайт компании Столбушина и для всех моих подписчиков скидка 15% по указанному там промокоду. Промокод будет действовать до 23 февраля, поэтому торопитесь порадовать своих близких, ну и себя. Ну что, а сейчас нам должны привезти продукты. Будем изучать, что же там такое интересное. Здравствуйте! Да, сейчас возьму. Ой, какая сегодня погода это вообще. Сату, ты молодец, охранник. Красота! Опять снег выпал, солнце светит, Альпы. Ага, давайте. Отлично. Почти больше. Вот, видите, Альпы. И в этих Альпах еще продукты доставляют. Ой, ну вообще. Посмотрите, ажесмин какой красивый. Правда, на хлопок похож чем-то. Как будто хлопковые такие коробочки тут висят. Да, правда, похоже? Ой, какая красота! Небо! И солнце прям весеннее. Яркое-яркое. Еще мне очень нравится слива. Она тоже как будто... У нее снег так, как будто это цветочки. Правда? Прям фотография. Красота неземная. Он доставку нам, видите, прямо до дома довозит. Ладно, пойду свои продукты разбирать. А то я их тут в снег побросала, пока снимаю. У нас сегодня очаровательная погода. За окном идет такой легкий, волшебный снежок. Ну, вы видели, да, утро я начала с получения доставки из Кузвилла. И хочу вам сегодня в том числе показать, какие продукты я купила. Так как я нахожусь на правильном или полезном, ну, кому как нравится, ПП, расшифровка, да, ПП и питание. Много об этом сейчас говорю, ну, потому что я этим увлечена. Вот. И хочу вам показать, что я купила, потому что я знаю, что очень многие сейчас стали вместе со мной переходить, ну, или вообще на такое питание, или стали как-то корректировать свое питание, или пытаются что-то такое приобрести, или приготовить что-то более, так скажем, полезное, да, отказаться от каких-нибудь, может быть, вредных продуктов. Вот. Поэтому хочу показать, что я сегодня купила. Купила я это во Вкусвилле. Не потому, что я такой прям фанат Вкусвилла, но так просто сложилось, что бесплатная доставка к нам сюда на даче, а мы живем на дачах, вот это именно из Вкусвилла. И там действительно есть линейка таких полезных продуктов, у которых хороший состав, которому можно доверять. Ну, и когда у меня нет возможности с мужем поехать в магазин, а так мы закупаемся и в Ашане, и в Пятерочке, на рынке, вот, то я заказываю продукты. Продукты из Вкусвилла. Итак, давайте посмотрим, что же мне привезли. Ну, хочу сразу сказать, что это как бы до закупка продуктов, да, это там не конкретно там что-то такое на неделю куплено. Это как бы то, чего мне не хватало. Начнем с шеи. Это не для меня, это для кота с собакой. Они у нас такое едят. Так, дальше давайте вообще уберем их отсюда, чтобы они нас не смущали. Смотрите, у меня какая тут роза. Это те розы, которые наверху у меня на втором этаже в моем розарии оранжере цветут. Вот, я обрезала отсветшие и нечаянно срезала цветущую розочку, поэтому она теперь тут стоит и весну нам колдует. Итак, яблоки, которые я использую в паштеты и употребляю в запеченном виде, а также иногда ем в обед. Через 20 минут после еды можно съесть яблоко. Яйца, из которых я готовлю омлеты, опять же добавляю их, например, в паштеты или ем яйцо пашот с салатом утром. Оливковое масло, которое сейчас активно у нас расходуется, это именно экстра вёрджин нужно покупать, первого холодного отжима. Им я заправляю салаты, а зелёные салаты я ем 3 раза в день сейчас, поэтому масло расходуется. Ну и каждый раз где-то на порцию я себе примерно чайную ложку, это получаются растительные жиры. Дальше мне мой нутрицолог, с которым я работаю и которая мне составляет питание, запретила кофе и перевела меня на цикорий. Вот поэтому я откупила цикорий, но в принципе сейчас мы его с мужем пробовали. Он нам в принципе понравился, вкусный, он такой здесь гранулированный. В составе здесь столько цикорий, больше ничего нету, то есть 100% цикорий, никаких недобавок, ничего тут нету. Это немецкий. Но опять же я не говорю, что он лучше или хуже, чем наши отечественные, но вот просто мне в вкус вилле попался вот такой. Дальше, топлёное масло кхи, кхи это масло перетопленное определенным образом с добавками каких-то специй, насколько я знаю. Вот, ну может быть я ошибаюсь, но в принципе это по сути топлёное масло. В принципе вот здесь в составе написано масло, ну что состоит из масла сладко-сливочного, несолёного, традиционного. Ну, вообще я читала масло кхи, ну вот например в Индии изготавливается, ещё добавляют туда всяческие специи. Ну вот здесь чистое масло. Чем отличается, что оно не дымится и не пригорается. То есть у него уже другая точка горения, в отличие от обычного сливочного масла, который как бы перегорает на сковородке. И на нём можно пассеровать овощи, что я собственно и делаю. И также вот например омлет, я его практически не жарю, но выкладываю тоже на это растопленное масло. И на маленьком огне под крышкой такой делаю полупаровой омлет. Потом что интересного? Вот такое нутовое печенье, оно безглютеновое. Опять же мне нельзя любую пшеничную муку во всех видах. Вот, оно вот тут кстати на сиропе топинамбура, мне тоже задавали вопрос, можно ли сироп топинамбура. Вот мне его тоже например запретили, потому что он очень высокоуглеводный и он влияет на печень. Ну я думаю, что здесь прям совсем чуть-чуть. Я иногда полпеченья себе позволяю с цикорием. Вот, но здесь именно что оно без пшеничной муки, то есть видите здесь состав мука нутовая, мука пшёная, ядро подсолнечника, мука амарантовая. Ну в общем короче всё, что мне по сути можно. Ну повторюсь, что это в небольшом количестве, там полпеченья иногда, вот когда хочется цикорий попить. Потом купила фасоль обычную красную, которую я замачиваю на ночь и с утра опять же варю на ней супы, делаю паштеты из фасоли и добавляю её в салаты в качестве белка. Так, теперь, вот очень интересно, я думаю, что мало кто вообще на это обращал внимание. Поскольку мне запрещена пшеничная мука, да, то я купила вот такие вот спагетти, они из зелёного гороха. И здесь очень хороший состав, который по сути является мука гороховая, вода питьевая, всё. Вот, и при этом это выглядит как макароны, можно приготовить, например, такую пасту с овощами, вот из этих макарон. И ещё одни спагетти из красной чечевицы, то есть да, в отличие от обычных макарон, ну вот это по сути белковый продукт, потому что и то, и другое, это из бобового, и, ну, можно сочетать, можно сделать каким-нибудь соусом, можно просто сварить, можно в салат, да, сделать зелёный салат и вот с такими спагетти. Дальше я купила семена подсолнечника, ой, это тыквы, тыквенные семена у меня заканчиваются они. Тоже добавляю в каши, добавляю в салаты, предварительно вымачиваю на ночь. Дальше семена чия, то есть я уже вам показывала в другом видео, я делаю такую смесь, и вот в эту смесь я буду добавлять и семена чия тоже. Да, может быть для кого-то это экзотический продукт, но хочу в защиту семян чия сказать, что в них есть такие микроэлементы и вещества, которые проблематичны взять из других продуктов в таком количестве. Вот специально вам увеличила, видите, здесь омега-3, омега-6, кальций и калий, вот, мы получаем из этих семян. Тоже нужно на ночь замачивать. Дальше, крупа киноа, которая по сути тоже не крупа, а у неё состав схожий, ну по сути это овощи, а не углевод. Вот, этим она отличается. И тоже это просто незаменимый источник витаминов группы В. Вот, видите, какое количество витаминов группы В, железо и цинк содержатся в этой крупе. Поэтому, конечно, тоже вот сравнивать её, например, там с рисом или ещё с чем-нибудь, но это просто другой продукт. Вот, нам понравилось киноа, я добавляю салаты и делаю отдельно, как самостоятельный гарнир. И также вот ещё взяла фасоль, такая вот экстра тонкая. Смотрите, какая красивая фасоль в Бондюэле, вот, блин, здесь её видно. Вот, сегодня, например, буду на обед варить такой овощной суп. Там у меня будет фасоль, цветная капуста, сладкий перец, ну, такой овощной супчик вот с этой фасолью. Также её можно протушить и сделать из неё, например, паштет, который будет очень вкусно. Ну, вот такой у меня набор продуктов на сегодня. Всё вместе, это обошлось около трёх тысяч, потому что на 700 рублей стоило только масло. Вот, вот это масло и, соответственно, вот это масло тоже стоило в районе 200 рублей. Ну, короче, тысяча рублей – это два масла. Всё остальное, плюс ещё не забываем эти шеи, а их была не одна пачка, а три. Я просто уже часть убрала. Вот, обошлось в районе двух тысяч рублей. У нас вчера опять шёл снег, столько снега нападало, и он такой пушистый. Сегодня с утра вот прям окно открою, хочу вам показать. Вообще, такая красота. Вот, я говорю, с каждым днём всё по-разному. Кажется, что краше уже быть не может. А потом он такой пушистенький, пушистенький, нападает. И кажется, что вообще, это я хочу показать. Компот такой, тут же, тут как тут. Пошёл, думает, ага, не сходить ли мне прогуляться. Всё, компот, что ты уходишь? Ну, давай, до свидания. Иди. Идёшь? Хвост убирай. Вот. Пожалуйста, и кота заодно выпустили. Такой удивлённый. Как это я тут очутился? Вот, и здесь тоже, смотрите. Вот это наша слива, которая во дворе стоит. Она вообще такая красивая. Как на картинке, да? Как будто её художник нарисовал. А природа её ещё лучше нарисовала. Красотя. Вот. Такой снежок ещё идёт. Ну что, заходите, мистер снежный кот. О, сколько на тебе снега. Ну, вот, ну и полюбуйтесь на это животное. Вот на это вот. На это вот животное. Такими вот весёлыми бубенчиками, которые он нам принёс. Да? Тебе весёлые бубенчики. Копивы. Да? Снежные шарики. Снежный кот. Ну, и где теперь тебя положить обсыхать? Не знаешь? Что ты ещё римсак? Такой вот снежный кот. Видели такое? Пожалуйста. Вот. Кот снеговик. Да? Пушистый снеговичок. Да? Сопротивляется. Не хочет, чтобы я его так держала. Ну, какой мушенький. Какой мушенький. Иди. Недоволен, недоволен, да, моим поведением. Да, вылизывать тебе это долго придёт, компотик. Сату с компотом чего-то такое, кого-то ловят на улице. Смотрите, вдвоём, на пару. Кого-то они там ищут. Причём, видите, они там это делают вдвоём. Мы с Тамарой ходим парой. У них двойная охота. Посмотрите. Компот роет, Сату рядом стоит, контролирует. У них это общая мышь на двоих. Смешные такие. Кого-то они там заметили, кто, очевидно, живёт в моих цветах. И домой, главное, не идут. Время на минуточку, 3 часа ночи. Пойдёмте домой, телепузики. Сату, компош. Пойдёмте домой. Нет, деловые, деловые. Посмотрите, вот такой вид. Пойдём домой. Компоша. Прям не уходит, смотрите. Сату, компотик, идите домой. Хоробка, мне. Ну-ка, быстро. Ну, Валерона реагирует. Компоша, ну-ка, быстро домой. Быстро домой. Быстро домой. Компоша, домой, быстрей. Компот думает, вдруг эта вся добыча мне достанется. Компоша, ну-ка, иди сюда. Мурмяш. Не-не-не, пошёл, 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 пошёл. Охотник. В прошлом видео я вам показывала, что у моего лимона появились цветочки. И уже стали появляться завязи. И у меня есть три маленьких лимончика, которые я тоже периодически показываю. Вот в апреле месяце будет год этим растениям. С тех пор, как я их очеренковала. Я его формирую. Вот видите, здесь отщипнула точку роста. Пошли опять новые. Я отщипываю. Мне нужно, чтобы пошли вот отсюда боковые ветки, чтобы сформировать ствол с боковыми ветками. Чем я и занимаюсь. И вот постепенно у меня разбирают все мои. Точнее, уже всё разобрали. Лимоны закончились. Вот, смотрите, здесь у меня стоят прям, видите, надписи. Вот это Надя, город Березники. Это к ней уедет лимончик. Вчера у меня ещё одна женщина забронировала из Екатеринбурга. И мне написала, лимон мой будет, звать его будет Леонид. Напишите Леонид Екатеринбург. Вот, бронируем Леонид Екатеринбург. Поедет. И вот этот лимончик для Нины Ивановны. Я, к сожалению, не знаю пока, какой её город у неё. Потому что я пока не отправляю. Жду где-то марта-апреля, чтобы потеплело. И чтобы они хорошо доехали. Буду с Деком отправлять. Вот как раз, смотрите, у этого лимона. Тоже я вот здесь прищепнула. Здесь точку роста. Выросла новая всё равно ветка. Но я решила оставить, чтобы высота ствола была побольше центрального. Ну, то есть я формирую принцип, как здесь. Видите? Вот это был центральный ствол. И потом пошло разветвление. И вот уже пошла боковая веточка, как мне была нужна. Я её тоже выращу на 3 почки или 4. И потом прищепну, чтобы дальше он ветвился. Так что все мои лимончики обрели своих хозяев. Вот. И скоро уедут. Я не могу сказать, что я прям так вот занимаюсь черенкованием и распространением лимонов. Но просто когда новый прирост он даёт, мне жалко его выкидывать. Я, кстати, чай с этими листиками сейчас стала заваривать. Приноровилась. Просто супер получается. Вот. И у меня сейчас есть 6 черенков, которые я только поставила черенковаться. То есть они уже месяц стоят. Через месяц у них появится корневая система. Потом я их также высажу. И они будут у меня в горшочках. В общем, даст Бог, если все приживутся, будет у меня ещё 6 растений в ближайшее время. Поэтому если кому-то очень нужно, можете мне в телеграме в личку написать. Может быть мы и для вас в будущем забронируем черенок. Вот. Сегодня приготовим очень интересный, необычный ПП-салат. Где у нас будет брокколи, свёкла, листья салата и кальмары. Кальмары я просто залила горячей водой. Специально сейчас пока не слила раствор, хочу вам показать. Я отварила брокколи просто в воде до полуготовности. То есть вот она такая мягкая, видите, но не разваливается самое главное всё-таки. Но это та степень, которая вам нравится, нужна. И этой горячей водой, когда сливала её бульон от брокколи, я им залила кальмары. И они у меня полежали здесь буквально пару минут. Сейчас я воду солью. И всё, кальмары больше варить не нужно. Их варят буквально, вот не варят даже, а кипятком обдают. И 2-3 минуты. И они уже будем считать готовы. Потому что кальмары это чистый белок, он быстро заваривается. Если мы их переварим дольше, они станут резиновыми. Так что воду от кальмаров я сливаю. И сейчас мы будем их резать. Кальмары разрезаю вдоль. И здесь нужно убрать. Внутри бывают такие пластиночки у них. И вот эти плёночки. Всё, кальмары готовы. К тому, чтобы их порезать. У меня очищенные уже были кальмары. Поэтому с ними особенных заморочек нет. Режу тоненькими полосочками. Вот видите, они уже какие мягкие, готовые. Полностью к употреблению. Получилась вот такая соломка. В салат готовлю 2 порции. На каждую порцию у меня получается по одному кальмарчику. В рецепт наша задача здесь получить клетчатку из овощей и белок из кальмара. В данном случае у меня этот салат будет на ужин. Порезанные кальмары сбрызгиваю лимонным соком. И даю им немножечко постоять, пока мы будем резать всё остальное. Дальше я нарезаю предварительно отваренную свёклу, тоже соломкой. Чтобы салат был красивым, нам нужно нарезать максимально подобным размером все наши ингредиенты. И вот такой же мелкой соломкой, похожей на соломку кальмар, я нарезаю свёклу. Теперь нарезаю листья салата. У меня это качанчик салата Романа. Подойдёт и асберг, можно просто рукулу взять. Можно и китайскую капусту такую качанную тоже взять. В общем, любая такая весёлая зелень, весёлая хрустящая зелень нам подойдёт. Для того, чтобы добавить в наш салат таких витаминов, овощей, зелёненького, мы сюда перекладываем. И как раз в ПП питание очень хорошо идёт зелёный салат. Потому что он нам даёт возможность, во-первых, выгонять желчь из нашего организма, а во-вторых, кормить нашу микробиоту. Особенно утром. То есть, такой салат можно и на завтрак, и на ужин. В обед мы с вами едим углеводы и белки, желательно. И утром тоже можно есть углеводы. И в обед обязательно белки мы едим. Выкладываю сюда предварительно отваренную брокколи. Сюда же выкладываю кальмары. Теперь я добавляю оливковое масло. Экстраверджент масла. Перчу. Аккуратно перемешиваю. И буду сервировать на тарелку. Вкладываю салат. Поскольку у меня на канале сейчас много рецептов ПП питания, так как я на него перехожу, консультируюсь я с нутрициологом, со специалистом по питанию, который отслеживает мои анализы, знает мой диагноз. И у нас сейчас стоит задача снижать холестерин и сахар. Это в моём питании. Но кроме этого, эти рецепты, они просто полезны. В том числе, если вы худеете, моя диета сейчас рассчитана на полторы тысячи калорий. Порции достаточно большие, казалось бы, да? Но здесь такие продукты, которые все полезные, нет никаких трансжиров, нету сахара тут. Всё так рассчитано, чтобы вы наелись. Я наелась. Полторы тысячи калорий у меня дневной рацион. Сейчас я сюда добавлю ещё вот такие дрожжи пищевые, неактивные. Сразу хочу сказать, что это совсем не те дрожжи, к которым мы привыкли, хлебопекарные. Здесь написано, что это универсальная приправа вместо сыра, соли и специи. Действительно, можно не солить с этими дрожжами. Ну, а сами по себе, они являются очень хорошим источником витамина В12. В связи с чем, они очень полезны. И действительно придают такой интересный, немного сырный вкус блюду. При желании сюда можно добавить ещё козий сыр. Сейчас, пожалуй, это сделаем. Вот у меня кусочек козьего сыра из фермерского хозяйства. Это сыр с пожитником. Опять же, я не употребляю сейчас лактозу, потому что она повышает сахар. Соответственно, не использую никакие молочные продукты из коровьего молока. Сыр иногда тоже можно, потому что он источник полезных жиров и кальция. И уже готовый салат. Я украшаю полосочками сыра. И приятного аппетита. Ещё раз скажу, что порция такого размера, потому что это единственное блюдо за ужин у меня будет. И чтобы не стремиться ко всяким перекусам, ем я сейчас 3 раза в день, опять же, чтобы не повышать сахар. Поэтому порции должны быть вот такого размера. Такую порцию я наедаюсь, потом есть не хочется, и нет желания ночных перекусов, докусов, дожор и так далее. С вами была Таша Муля. Приятного аппетита! Пусть пища будет полезной и здоровой, конечно, красивой! Поскольку потеплело, опять снег стал падать с крыши. Вон, сегодня нападало. Как эти, прямо такие, бум-бум-бум-бум! Вообще ужас! Хочу пойти сходить. Вон, смотрите, скрипит. Видите, прям мокрый такой снег. Вот. Хочу сходить, посмотреть, как там тепличка моя поживает. Валера её вчера почистил. У нас тут, видите, такие дорожки на участке прочищены. Да, в этом году зима совсем не такая морозная была. Морозов было буквально два раза по две недели. А вот в прошлом году у нас был целый месяц морозов. вот. Я пошла по дорожкам, которые тут Валера начистила, чтобы обходить владение и обслуживать. Здесь у нас скважина находится. А я пошла и как-то не посмотрела, что тут-то не прочищено. Так надо вернуться, кружком пройтись. А здесь вот следы невиданных зверей. Видите, невиданные звери бегают по этим дорожкам нашим. Сату с компотом. Два невиданных зверя. Ой, снежок так скрипит. Вот вишенка. Смотрите, сейчас вот хорошо зимой видно, как крону я сформировала. Такая она была кривенькая, косенькая, когда мы купили. Я еще, конечно, не очень разбираюсь, но мне кажется, что вот здесь будет цветение уже в этом году. Мне кажется, что много вот эти вот почки, которые вот такие на стволе, и они такими букетиками. Мне кажется, что это будет цвести у нас уже наша вишенка. Вот. Все еще пока спит под снегом. розы даже там и не откопаешь, куда они делись. Непонятно. В этой тепличке у меня лук сибок я в зиму посадила. Посмотрим, просто что-нибудь или нет. Вот. Теплица все отлично стоит. Вот эти вот мои веточки, палочки, решеточки тоже перезимовали. Кашпо из ротанга искусственного может зимовать прямо на улице. Вот. Вот ежевика. помните, мы с вами укрывали, как ей там сейчас хорошо под снегом. Ну, посмотрим, что у нас тут. Тут у нас чистота, порядок. Так все выглядит. Буду в этом году опять землю досыпать. Грядки просаживаются. Видите, какой уровень. Конечно, я для мульчи место оставляю, но когда все еще растает, от влажности они еще просядут. Вот. Это я мультифлору так и не закопала, но вообще, честно говоря, больше не хочу с ней возиться, поэтому и не стала. А вот это вот интересно, будлея. Вот она у меня вот так зимовала. Выйдет она из зимы или нет? Ну, я думаю, что вряд ли, но посмотрим. Тоже такой своеобразный эксперимент у нас тут. Ну, в общем, тепличка готова к зазилению. К заселению. Ожидает, ожидает своих жителей новых, которых пора скоро уже рассаду нам сажать. А вот здесь, кстати, градусник. Вот, смотрите, сейчас в теплице, видите, плюс 2. Вот, так что теплынь такая. Потому все и тает, и снег падает. Ну что, на сегодня с вами буду прощаться. Хочу напомнить, что все рецепты, которые я здесь во влогах показываю, я выкладываю отдельно на кулинарном канале, который называется Ташины рецепты. Так что, если вам нужны рецепты, вы не хотите долго их искать, во влогах, ну, их много влогов, да, они длинные, невозможно найти рецепты, переходите на канал Ташины рецепты, и там все рецепты есть отдельно. Ну, и, как обычно, приглашаю вас к себе в Телеграм-канал, там больше информации, я чаще выхожу, общаюсь, вот, очень у нас там душевный чат, есть, потому что Телеграм-канал, а при нем есть чат, вот, и в чате вы можете сами между собой общаться, и со мной. Так что, до новых встреч на канале. Ваш Ташмулер, пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!